Так вот, у каждой техники медитации есть свои преимущества. Каждая техника медитации активирует определенную часть мозга и создает определенную частоту. Но сегодня я собираюсь поговорить о трансцендентальном царстве, где вы освобождаетесь от временного, потому что мы хотим получить доступ к реальности за пределами Земли. И так существует реальность за пределами Земли, которая так великолепна, но в той сети, в которой я был, говорилось, что все откроется, когда ты умрешь. Так что никто не исследовал это место, потому что в некотором смысле они говорили, что оно нечисто или нечестиво, и вы не можете попасть в эти сферы. И люди говорили, что это Нью Эйдж, это внетелесные переживания, это оккультизм. И тем не менее, все, о ком говорится в Библии, делали это. Все, о ком говорится в Библии, поднимались в эти сферы, и без этого не было бы Библии. Поэтому церковь говорила, будьте библейскими, но не ведите себя по-библейски. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что если бы мы собирались вести себя по-библейски, у нас были бы трансы, мы бы входили в тронный зал, мы бы отправлялись к звездам и галактикам, мы бы отправились на разведку. Значит, Бог хочет сопровождать людей, которые занимаются исследованиями. Он ищет таких исследователей, как Енох, потому что его желанием всегда было. Я хочу, чтобы вы были со мной там, где я нахожусь, видели мою славу. А слава Бога — это его благость. А теперь скажите, где же Бог? Когда Иисус говорил, «Я хочу, чтобы они были со мной там, где я есть, и видели мою славу в Отце», где же Бог? Он повсюду. Так что Он наполняет все. Вот как евреи объясняют это, так что представьте, что это Бог, а Вселенной нет. Есть троица, пребывающая в праздничном постоянстве. Это не одинокий Бог. Это плохая теология. Бог не может быть одиноким, потому что Он переполнен. Он источник переполнения. Он в восторге от самого себя. Но для того, чтобы разделить радость и поделиться тем, что они создали, и все было хорошо. Так что у всего есть цель. Даже самые темные измерения по-прежнему хороши, потому что они связаны с дисциплиной и осознанностью, ясно? И это целая тема, которую я хотел бы обсудить более подробно в другой раз, потому что я думаю, что мы ничего не поняли в Евангелии. Мы полностью поняли. Это хорошая новость от начала и до конца, не так ли? Итак, внутри Бога, если представить, что это и есть Бог, Он создает пространство внутри себя и удаляет из него ровно столько, сколько нужно, чтобы было место для активности. Потому что в этом пространстве вы ничего не можете сделать. Здесь полно места. Так что Он все еще здесь, но Он убрал часть своей сущности, чтобы обеспечить разнообразие жизни и функциональность. В противном случае, это был бы просто яркий свет. Это был бы просто яркий свет и ничего больше. Так вот, это называется измерением единого, и я говорил об этом много лет. Это мое любимое измерение для изучения. Оно находится над небесами, потому что небеса находятся внутри нас слоями. На самом деле это выглядит не так, но это помогает нам думать об этом именно так. Так что даже когда вы смотрите на различные небесные сферы и на Бога на троне, на Бога на троне, они всего лишь тени этого Бога. Таким образом небеса небес не могут вместить Бога. Поэтому когда вы видите Бога, и вы видите Бога на троне, это и есть Бог, но это всего лишь низкоразмерная версия того, кто находится за пределами формы. Ясно? А теперь скажите, что делает нас уникальными. Итак, здесь находятся все эти ангелы, существа и колесницы, а также низшие царства тьмы, называемые калипо, или внешняя оболочка. Они созданы нашим сознанием и растворятся по мере того, как мы будем меняться. Все это заложено в Боге, и все это хорошо. Я собираюсь добавить сюда слово «хорошо», потому что мы не понимаем, что космос — это добро. И, кстати, он расширяется. Он постоянно растет. Я забыл добавить, что за пределами этого есть слои, на которых Бог создал существ, способных вместить Вселенную, и одним из них была мудрость. Таким образом, причина, по которой мудрость вездесуща в космосе, заключается в том, что мудрость больше, чем космос. Итак, вы находитесь в мудрости, потому что мудрость — это пространство, которое больше, чем Вселенная. Понятно? Таким образом, здесь есть сферы с разными измерениями. Так вот, это довольно простой способ выразить это. Но если мы захотим увеличить масштаб, мы сможем, потому что есть и другие Вселенные. Хорошо? Но мы находимся в этой Вселенной, так что пока мы просто будем придерживаться этой. Потому что структура для каждой Вселенной немного отличается. У всех них разные книги судьбы. Так что даже если у вас есть Книга Судьбы и все ваши дни записаны в этой книге, у каждой Вселенной есть своя книга. Так что эта книга — могущественная книга Единого, Книга Единого, в которой все они живут долго и счастливо. Это целая Вселенная. Понятно? Кстати, в конечном итоге это повлияет и на другие Вселенные. Так и задумано. До тех пор, пока он не станет всем во всем. Хорошо? Так что усилению его правительства и установлению мира не будет конца, ясно? Так что все это срежиссировано и рассчитано на радость. Это радостный куплет. Это радостный куплет. И это хороший куплет. Так что Вселенная полна добра. Даже в темноте есть что-то хорошее. Он сотворил свет и тьму и назвал это добром. Нет такого измерения, которое принадлежало бы врагу. Все это в нем и исходит от него. Все силы сохраняются, существуют через него, для него и имеют цель раскрыть Христа. Хорошо? Так что это круто, не так ли? Хорошо. Теперь, что делает нас необычными и немного выводит нас из этого пространственного царства в другой вид расы, так это то, что когда Иисус спустился в это царство и стал человеком, он забрал нас с собой. Мы были всего лишь на крошечной планете в одном из них. Там два триллиона, два триллиона, вы даже не можете этого увидеть, но это даже не прямая линия. Там в области сцены есть два триллиона галактик, хорошо? Часть вселенной, где происходит сцена, составляет один процент от нее. Все в порядке. Таким образом, область сцены это всего лишь один процент от всего творения. Именно этому учат Равины. Они говорят, что остальные 99 процентов относятся к более высокому измерению. Они существуют не в терминах расстояния, а в терминах сознания. Так что Царство Небесное, это и есть Царство Небесное, оно совсем рядом или находится внутри вас. Так вот, тайна заключается в том, что мы, мы происходим оттуда. Мы не происходим отсюда. Таким образом, здесь обитает множество существ. Они происходят оттуда и заключены в нем. Их эволюция и рост всегда будут происходить в пределах дома, из которого они были созданы. Иисус сошел с небес, и в послании к Ефесянам есть интересный стих. Там говорится, что Он вознес нас выше всех небес, чтобы Он мог наполнить все и быть везде, сказал Павел. Так вот, у Него уже было это. Что интересно в том, что написано в послании к Ефесянам, так это то, что Он сделал это с вами. Что делает нас людьми из Царства Единого? Так что мы не из Британии и не из Америки. Национальность — это затухающий волновой паттерн, возникающий из более низкого осознания разделения. И на самом деле большая часть пророческой структуры продолжает создавать затухающий паттерн распада. Нам предназначено быть освобожденными. Мы — новое творение, рожденное свыше этого. Из первоисточника. Так вот, что делает нас необычными, так это то, что мы происходим из первоисточника. Таким образом, мы являемся средством, с помощью которого все это будет преобразовано, а это значит, что каждый из нас отправится в космическое измерение, мистическое, если хотите. Потому что удивительная вещь заключается в том, что, например, когда вы умираете, если вы умрете, вы можете выбрать жизнь в каком-то царстве и оставаться там столько, сколько захотите. Развивать свое сознание и познавать Бога. И это прекрасно. И все эти измерения мы можем исследовать прямо сейчас. Так что вам даже не обязательно верить мне на слово. Вы можете исследовать это с помощью сдвига сознания. Так что покайтесь, что означает Тешува, вернитесь к себе. Ташув означает возвращение. Это на иврите, на древнееврейском языке. Ташув означает возвращение к себе. Эй означает ваше дыхание и удивление. Таким образом, покаяние в древнееврейском мышлении связано с возвращением к самому себе. Вернитесь к себе, вдохните полной грудью и погрузитесь в чудо. Так что вы можете думать об этом как об одном из этих пузырьков. Так что, когда мы говорим о начале, то имеем в виду именно эту страницу. Это блестяще. Так что мы всегда были домом, мы всегда были семьей, мы всегда были родным домом. Итак, то, что мы собираемся сделать за это время, это превзойти человеческие ограничения. На небесной временной шкале написано, что в течение следующего столетия произойдет полное преобразование Земли, что приведет к рождению нового общества и культуры. Это будет очень неспокойное столетие, потому что мы вступаем во времена идеологической войны между идеологиями старой Земли и новой культуры. Новая Земля, но они оба сходятся в одном и том же пространстве. И вы можете быть сторонником будущего или нейтральным или не обращать на нас внимания. Я бы сказал, что многие христиане, вероятно, находятся в нейтральной зоне. Именно в нейтральной зоне. Вы понимаете, о чем я говорю? Они просто ждут, когда все это закончится. Но Папа Бог призывает некоторых людей, где они будут заниматься архитектурой, ландшафтным дизайном и конструированием будущего. Потому что это должно быть поэзией участия. Не похоже, что он написал все стихотворение целиком. Он оставил несколько строк, чтобы мы могли их написать. И вы можете видеть, что даже в первом слове Библии, приманки, я уже говорил об этом раньше. Это Б. Оно намеренно начинается с Б, потому что А — это источник, это Талев. Алиф — это Бог-источник, тот, кто находится за пределами всего сущего. Поэтому Библия намеренно не начинается с буквы А. Она начинается с буквы Б, что означает приманка, что означает дом или семью. Но буква не закончена. Так что дом был специально спроектирован для того, чтобы мы достроили и добавили эту стену. Итак, дом закончен. Итак, в самом начале Адаму было сказано, наполняйте землю, покоряйте ее, участвуйте в сотворчестве. Таким образом, система, в которой мы сейчас находимся, спроектирована таким образом, чтобы испытывать энтропию без вмешательства сыновей. Другими словами, она подвержена смерти и разложению и стонет, ожидая появления сынов света, которые освободят ее от смерти и разложения. Это означает, что мы становимся частью себя, а завершение строительства дома означает, что бессмертие неизбежно. Вы не сможете завершить строительство дома, не став бессмертным. И, кстати, мы все к этому придем. У нас это есть, но мы хотим сказать, что логика Евангелия заключается в том, что бессмертие, жизнь поглощает смерть, что все больше и больше означает в культуре медицины временной линии, что мы, мы собираемся вступить в эпоху, когда не будет болезней. Независимо от того, насколько это технологично, эмоционально или духовно, это происходит в мгновение ока. Итак, кто-то, кто уже участвовал в этом, был Енох. И Енох был седьмым, а седьмое важное число, потому что оно означает конец, покой или совершенство. Это означает, что конец будет похож на Еноха. Это библейский код, означающий, что будущее выглядит как прошлое. Это выглядит так, как будто кто-то вступил на древний путь. Так вот, Библия всегда говорит об этом. Возвращайтесь на древний путь, где есть хороший путь, где вы найдете покой для своей души. Итак, есть место, где вы найдете покой, где есть хороший путь, где у вашего тела есть надежда. Так вот, там есть слово «древний путь», корень которого – точка схода. Итак, есть точка, в которой мы должны перейти границу и иметь возможность перемещаться между измерениями, точка пересечения, крест. Вот почему еврейский алфавит заканчивается на кресте, 22, что означает «согласие». Было решено, что все закончится тем, что мы сойдемся в пространстве и времени. Таким образом, крест на самом деле является человеческим сердцем. Таким образом, вы вкладываете вечность в свое сердце, и на самом деле это способность двигаться вверх и вниз, туда и обратно. И этот символ присутствует в каждой культуре по всему миру, потому что это код трансцендентности. Это код, обозначающий движение вверх и вниз, туда и обратно, который уже заложен в вас, и вы вкладываете вечность в свое сердце. Таким образом, временная шкала, проходящая по временной шкале, уже существует, но также существует и путь Вознесения, который называется Лестницей Иакова. Лестница Иакова — это ДНК человека, которая намеренно спроектирована в виде винтовой лестницы, потому что это межпространственные врата. Вот почему демоны хотят находиться в телах людей, потому что они не могут получить доступ к пути через них. И они хотят получить доступ к нему через вашу лестницу, где написано, что ангелы восходят и нисходят через вас. Таким образом, вы являетесь порталом, который позволяет существам перемещаться по мирозданию. Но вы также являетесь порталом, который позволяет множеству ваших версий проявляться в разных измерениях. Так вот почему говорится, что во Христе вы восседаете на небесах. Именно в таких местах, потому что ваша ДНК взаимодействует с различными пространственными структурами, и вы можете переходить в каждую пространственную структуру по своему выбору. Таким образом, выбор активизирует ваше пространственное взаимодействие с каждой сферой. Например, вы могли бы захотеть отправиться в Эдем и провести там некоторое время или, знаете, пройти по временной шкале, чтобы вернуться к тому, что было раньше. Так что да, это очень круто. Я определенно рекомендую медитировать и просить Господа перенести вас в До, потому что если вы это сделаете, вы увидите тайны Мелхиседека. Потому что Мелхиседек существовал. Кстати, Мелхиседек — это огромная тайна. Я до сих пор не уверен в том, что я думаю. Но я видел Мелхиседека, и он был священником, который убил Иисуса еще до основания мира. Бог не мог совершить самоубийство. Итак, когда Агнец был заклан еще до основания мира, Мелхиседек был священником, который совершил на небесах то, что должно было произойти на земле через нас, как тень Мелхиседека. Между прочим, одна из вещей, которую вы увидите в предыдущем разделе, заключается в том, что в каждой частице протоматерии была записана кровь Христа. Вы действительно увидите, что все, что было создано, когда он произнес Беташидбара Элохим, уже было закодировано кровью Иисуса. Потому что в ней были, это уже произошло. И это уже находило отклик во всем. Земля была всего лишь земным проявлением на кресте того, что уже произошло в Боге. Итак, вы знаете, почему раньше в Боге была смерть? Смерть была в Боге раньше, потому что для того, чтобы позволить существовать другим существам, которые могли бы совместно творить, он должен был допускать ошибки. Потому что без ошибок не было бы эволюции сознания. Ошибки требовали умения погружаться во тьму. Темнота требовала способности смерти функционировать. Так вот, Бог видел это раньше и полностью принял это из-за любви. Он полностью принял это из-за любви, потому что предпочел бы вселенную, в которой были бы вы. Но он не собирался позволить вам пойти ко дну вместе с кораблем. Он собирался принять смерть в себя. Так вот, однажды я испытал экстаз, когда летел над этим бескрайним океаном, который был сердцем Господа. И я нахожусь в прошлом. Так что я снова в прошлом, но теперь по-другому. Я не вижу частиц, я вижу этот океан. И я двигаюсь по этому океану, а потом я слышу это. И я испытываю такой сильный экстаз. Все эмоции, которые я когда-либо испытывал, я испытал в тот момент, когда услышал этот звук. Так вот, представьте себе пианино, где каждая нота — это эмоция. Это было похоже на то, как если бы я играл каждую ноту, пытаясь найти эмоцию, которую я испытывал от стона Божьей любви. И я понял, что у меня не было этой эмоции. Это была эмоция, которая была выше моего понимания. И это было очень глубоко, и это продолжалось. Так же, как это делает Нэнси. И я заглянул внутрь Бога и увидел человека, который был мертв. И я подумал, как воспринимается их смерть в Боге. И стон Бога был вызван болью. Он уже принял это в своем сердце, чтобы преобразовать это в жизнь. Полное принятие всех страданий, всех ран, боли каждого человека уже было найдено в нем ради любви. Ради любви. И так и должно было быть. Без этого у вас не было бы другого способа добиться того, что есть у нас, эволюции сознания. Так что это одно из мест, куда вы можете отправиться. Вы можете отправиться в прошлое. Вы можете подняться наверх. Как я уже сказал, мое любимое место для подъема, это вход в первое. Хорошо? Итак, когда вы входите в первое, все существует в сердце Бога одновременно, так что вам не нужно видение, потому что вы находитесь в субстанции, которая создает видение или формы. Таким образом вы выходите за рамки формального подхода и стремитесь к совершенству. Здесь тоже есть сферы, которые выглядят именно так. Есть несколько неподвластных времени сфер, в которых я побывал, и которые действительно прекрасны. Есть сфера только для этого. Вы можете находиться там столько, сколько захотите. И здесь время не проходит даром, где вы просто проводите время с Иисусом в самом прекрасном месте, какое только можно вообразить. У вас там нет работы, там нет молитв, там нет трона. Там его нет. Ничего этого нет. Все это царство предназначено только для того, чтобы любить вас, познавать Бога и проводить время с Богом. И это прекрасное царство. Я не знаю, как бы я назвал это царство, но это тайм-аут. Тайм-аут. Нет, это не неприлично. Это не неприлично. Это забавное царство. Знаете, когда вы там окажетесь, представьте, что я отвез вас куда-нибудь, где у вас нет работы, нет детей, за которыми нужно присматривать, нет титула. Вы ничего не собираетесь делать, прекрасное место, что бы вы там делали. Вот почему эти сферы действительно хороши для преобразования вашей души, потому что когда вы оказываетесь в сфере, где ваша работа не имеет значения. Вы понимаете, что я имею в виду? Это не имеет значения. Когда вы осознаете, что все усилия, которые мы прилагаем, вся борьба, которую мы ведем, все наши действия не имеют никакого значения по сравнению с тем, чтобы любить. Быть любимым, быть влюбленным и сидеть рядом с Ешуа. Теперь, находясь в этом царстве, он хочет кое-что вам показать. Так вот, там есть вещи, которые так прекрасны, так невероятны. Так вот, в этом трехмерном царстве он хочет, по сути, поразить ваш разум и перестроить его по новому плану. Так вот, я думаю, что вознесение станет одним из величайших учений нашего поколения. Изучив практику медитации и рассмотрев все различные модели, а также поучившись у некоторых замечательных людей, я могу сказать вам сейчас, что нам есть что добавить к ним. Что-то, что мы держались изо всех сил, хотя не должны были этого делать. Это вознесение. Я возвращаю их обратно в Царство Света, возвращаю их обратно в Эдем, возвращаю их обратно к Богу. Потому что, помните, двери открываются. Если кого-то из вас это оскорбляет, когда вы вводите людей в эту сферу, просто помните, что это евангельское мышление. Это не христологическое мышление. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому я приведу вам пример. Вы знаете, я часто выходил на улицы, чтобы проповедовать Евангелие. Иногда я беру человека за руку и просто спрашиваю, ты хочешь попасть на небеса? А они никогда раньше не были в церкви, и они увидят Иисуса и все такое прочее. Я помню, как одна девочка и двое подростков подошли ко мне, и моя вступительная фраза, обращенная к ней, была такой, «У тебя будет видение». И тут на ее голову снизошло облако. И она сказала, «Вы правы». Она сказала, что у меня было видение. Я тут подумал, надеюсь, оно будет хорошим. Она сказала, что я что-то вижу. Она сказала, что это крест. Это Иисус на кресте. Вот так мы и должны были родиться свыше. Когда вы проповедуете Евангелие подобным образом, подняв руку и сказав на собрании, «Я верю в Иисуса, так что когда я умру, я попаду на небеса», это на самом деле вера в смерть. Вы на самом деле даете смерти возможность управлять человеком. Потому что вы говорите, что ваша смерть неизбежна. Вы также отделяетесь от рая отсюда. Потому что вы говорите, что это единственный способ попасть туда, И что это значит? Это означает, что вы не становитесь трансцендентным существом света. Вы не становитесь трансером и не танцуете в трансе. Вы не становитесь мистиком. На самом деле вы становитесь таким же скучным, депрессивным человеком, как и все остальные, пока не умрете. И что еще хуже, вам приходится ходить в церковь по воскресеньям, когда все отдыхают или едят мороженое. Так что это не только двойная плата. Это вдвойне плохо. Итак, откуда взялись все эти технологии? Это высшая сфера. Они пришли из первоисточника. Сердечная согласованность — это то, как вы задействуете ее. Сердечная согласованность — это когда вы живете от радости, вы живете от благодарности, вы живете от удивления. Когда вы живете от радости, когда вы живете от благодарности и удивления, к вам начинают приходить решения, такие как «эта песня только что пришла мне в голову». Вы замечали, что поэзия приходит, когда вы погружаете свой разум в сон? Песни приходят к вам, когда вы даете отдых своему разуму, потому что где находится центр вашего интеллекта? В вашем сердце. А сердце — это о чем? любовь. Таким образом, частота нового творения исходит из области сердца, где вся вечность находится в вашем сердце. Итак, то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас, это перейти от головы к сердцу, тогда сердце будет управлять головой. Это и есть ваша истинная сокровенная сущность. Мы никогда не говорим человеку, о, у него хороший мозг. Нет, мы говорим, у него доброе сердце. У него прекрасное сердце, не так ли? Потому что его сердце — это его основная сущность. И когда вы находитесь в этих сферах, как тогда, когда я встретил Еноха, вы можете пробовать разные вещи и пить. Вы можете испытать это на себе. Сейчас вам это не обязательно, но это может дать вам заряд энергии. Есть несколько загрузок, которые они могут дать. Бог позволит вам ощутить это через радость. Итак, когда я пил вино Еноха, вы знали, что у вас есть вино. У вас действительно есть вино. Иисус — это вино. Вы можете выпить чье-нибудь помазание. Я делаю это постоянно. Джон Скотленд делает это постоянно. Вы можете это сделать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я выпил помазание Джона Скотленда и по-настоящему опьянел, не так ли, дорогая? И я до сих пор иногда говорю, как он. Я пил вино Яна Клейтона. Я пил вино Нэнси. Вы, должно быть, сильно пьете. Вам следует просто взять людей за руки и сделать глоток, потому что когда вы пьете, вы пьете что? Вот история о винограде. Вы пьете ДНК винограда и его историю. Вы знаете, я уже рассказывал вам об этом раньше, ребята, и сейчас не буду вдаваться в подробности. Если вы эксперт по винам. Я был с некоторыми из них в Калифорнии. Этот парень был французом. Он сказал, я могу сказать просто попробовав вино, с какого поля оно было произведено, в каком году и на какой почве. Так что он мог определить это просто попробовав. И когда он сказал это, я был поражен так сильно, потому что Господь сказал, откуда он знает, где рос виноград, из какой страны он был, на какой почве, на какой высоте. Потому что в этом напитке рассказывается история винограда. И именно это Иисус назвал причастием. И Иисус сказал, что я рассказал вам свою историю в этом напитке. Когда вы пьете меня, вы пьете всю мою хронологию событий. Вы пьете поле, с которого я родом, виноград, из которого я сделан, и вы пробуете и видите. И вы пробуете и видите. Здесь вы не получите знания на небесах. Вы получите его, пробуя на вкус, видя и выпивая. Поэтому, когда я выпил вино Еноха, это коренным образом изменило мою жизнь. И я думаю, что мы все должны научиться пить, чтобы попасть на небеса. Я просто хочу бросить вам вызов выпить. Так чье вино вы хотели бы выпить прямо сейчас? Из священных писаний, от героев веры, от ученых? Чье вино вы хотели бы выпить? Давайте сделаем это прямо сейчас, не так ли? Я хочу, чтобы вы увидели это вино, потому что все ли вам дано во Христе? Как он сказал, да и аминь. Являемся ли мы одним телом? Совершенен ли ты и уже ли ты в нем? Есть ли у тебя свободный доступ? Можешь ли ты попробовать и увидеть? А теперь посмотри на бутылку вина святого, которое ты действительно любишь. Просто посмотри, что у тебя в руке. Взгляни на это. Какого оно цвета? Какого цвета стекло? А как оно пахнет? И прямо сейчас установите сердечную связь со славой, свидетельством славы в жизни этого человека. Вау, я чувствую этот запах. Почувствуйте запах этого вина. А теперь почувствуйте любовь и славу, которые содержатся в этом вине, и просто поднесите его к губам. Выпейте. Выпейте это вино. Позвольте ему проникнуть в вас, в ваше горло, в ваш желудок. Просто оставьте его там. Вам не обязательно знать ответы на все вопросы, исходя из того, что вы только что сделали. Когда я пил вино, мне потребовалось много времени, чтобы разобраться в том, что я только что сделал. Но вы только что привлекли единое целое. Знаете, я открою вам еще одну тайну. Иисус показал мне, что именно это и есть общение. Общение — это осознание того, что мы являемся единым телом, в котором все находятся. Когда мы пьем чашу причастия, мы осознаем наше единство с каждым существом, со всем творением, со Христом, во Христе от Христа. Каждое человеческое существо живет в нем. В нем они движутся. В нем они обретают свое бытие. Так вот, я продолжаю видеть в духе, и это продолжается уже много лет, голубое вино. Я был на собрании в Ирландии, и я предсказал, что кто-то изобретет голубое вино. И они это сделали. Они изобрели голубое вино с золотыми нитями. В этом вине есть золотые нити. Так что спасибо тебе, Господи, за голубое вино. Теперь, поскольку мы мистики, нам не обязательно знать ответ. Потому что мистики — это люди, которым нужна тайна. Почему бы нам не выпить немного голубого вина и не посмотреть, что произойдет дальше? Потому что я чувствую, что это для нашего поколения. Я так и делаю. Так что, Господи, спасибо тебе за голубое вино. Я мог бы видеть вот так. Я думаю, что это живые частицы золота, золотые нити. Они напоминают мне сапфировые камни. Я думаю, что это то же самое, что и сапфировые камни. Я просто собираюсь рассказать вам об этом. Я точно не знаю, что я говорю, но я верю, что в сапфировых камнях есть что-то такое, что мы собираемся открыть для себя в этом поколении, и что-то есть в голубых камнях. Голубое вино, которое было выпущено сейчас, и я думаю, что оно связано с Енохом, но я пока не знаю, что все это значит. Так что прямо сейчас давайте просто выпьем. Так что, Господи, мы благодарим тебя за голубое вино. Я почти закончил, ребята, потому что мне кажется, что я сказал достаточно для одного вечера. Но это царство может быть настолько могущественным, что иногда даже не потребуется никуда переезжать. Оно само придет к вам. Если вы начнете использовать его так, как это только что сделали мы, вы призовете духовный закон. Вы призовете закон притяжения. Если вы начнете распространять этот аромат вокруг себя, знаете ли вы, что ароматы притягивают вещи естественным образом, не так ли? Например, пчелы или мухи зависят от аромата. Есть хорошие и плохие ароматы. Мы не собираемся заходить туда прямо сейчас. Оставайтесь на месте. Придерживайтесь конспектов. Сделайте это сейчас. Не свалитесь в винный погреб. Не напивайтесь. Вы знаете, какие ошибки совершаете, когда напиваетесь. Возвращайтесь на планету оракулов. Хорошо, на планету оракулов. Оракул. Хорошо, так говорит Господь. О чем я говорю? О да. Когда они увидят в тебе сущность или тень вечности, они придут и займутся тобой. Они придут и навестят тебя в твоем доме, и это действительно будут они. И подожди, если они прикоснутся к тебе, ты получишь знания через любовь, даже не подозревая о том, что происходит. Так вот, однажды она появилась в нашем последнем доме, и я молился в подвале, и она вошла, и это невероятное присутствие распространилось по всему дому. Она прикоснулась ко мне. Что-то случилось. Теперь я знаю. Она прикоснулась ко мне. А потом я отправился на двухнедельную встречу с 23-м псалмом. И мне было показано, что 23-й псалм – это связующая точка, от которой отходят нити, проходящие через все священное писание, и это очень важно. Закодирован так, чтобы быть пространственной основой для взаимодействия между измерениями. И что каждая строка в нем – это область, доступ к которой вы можете получить. И в нем скрыт план Ордена Мелхиседеков. И то, что она показала мне, было то, что она была прототипом Ордена Мелхиседеков. И что Псалом 23 был закодированным межпространственным пространством для привлечения Ордена Мелхиседеков. Каждая строка в нем начинается с слова «Союз». У меня нет никаких потребностей. Таким образом вы избавились от необходимости в чем-либо. Это не относится к сфере потребностей. В каждой строке есть область функциональности, в которой мы должны сидеть, где говорится «Он заставляет меня лечь», «Он готовит стол», «Он ведет меня по пути праведности». «Он наполняет мою чашку». Так что вы принимаете, а не действуете. Такова логика Вселенной. Он направляет энергию, используя щедрость своей полноты и любви. Именно это он и делает в 23-м Псалме, вот, например, я иду по долине смертной тени. Значит, это и есть тень. Тень не может коснуться вас. Вы свободны от нее. В ней даже есть что-то безумное, вроде этого. В ней нет никакой войны. Он накрывает на стол в присутствии моих врагов. Так что Орден Мелхиседеков не ведет военных действий. Он творит так, что никто не в состоянии этому помешать. Это высший суд. Он выше всех судов, выше всех княжеств. И когда вы говорите от имени Ордена Мелхиседеков, так оно и будет. И мы увидим, как сила Ордена Мелхиседеков проявится на земле. И это именно то, что Бог хотел дать Моисею, когда он сказал Моисею «Поговори со скалой». Земля, обетованная была не Израилем, а Орденом Мелхиседеков. Ему была предложена сила сотворить землю с помощью речи. Поговорить со скалой. Но вместо этого он вернулся к формуле удара по скале своим посохом, потому что его посох был его страной теней, которую он носил с собой все эти годы. Подними посох, раздели воды с помощью посоха. И у него был посох, но теперь Иисус говорил «Ты – голос». Значит, Орден Мелхиседека не ведет войны, потому что это голос. А голос не знает противодействия, потому что это тот же источник, что и бета-листы, когда он творил посредством речи, посредством ветров вечности, исходящих из его сердца. Так вот, в 23-м псалме даже говорится об этом, что я буду жить в Доме Господнем вечно. Но как же тогда вы можете быть среди звезд и галактик или на Земле, если вы живете в Доме Господнем вечно? Потому что вы становитесь межпространственным существом. Таким образом, ваше основное существо пребывает в едином, наслаждаясь ликом троицы в гармонии, в экстазе. Я думаю, что сказал достаточно. Так что, Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус, за безграничную сферу бытия во Христе. Есть сферы, которые Он хочет показать вам в этом поколении, которые поразят вас до глубины души. И вы знаете, что все, что вам нужно сделать, это просто оставить немного места для этого в своем сердце, почитать, любить и идти дальше. Видите эту дверь, проходите в нее. И назовите человека, с которым вы хотели бы встретиться. И назовите место, которое вы хотели бы увидеть. Я хотел бы поехать туда. Я хотел бы знать. Задавайте эти вопросы. Начните верить, что Иисус действительно совершил нечто грандиозное, что существует новое творение. Старое ушло, а новое уже наступило. Иисус был новым вином, а вы бурдюк с вином. Человеческое тело — это вместилище нового творения. Так что давайте просто помолимся друг за друга во второй раз. Войдите в единое, войдите в источник. Войдите в новое творение. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Отец.